у меня дело в том что какой-то был переломный момент такой видимо здесь что как-то я немножко отчаялась думаю сейчас это все хорошо поэтому я с Виней разговариваю и Виня говорит о чем ты вообще переживаешь говорит Наташа у меня денег столько что тебе не истратить зачем говорит ты вообще переживаешь что работала все это время ну а что мне дома сидеть я не люблю дома сидеть я люблю работать я люблю иметь свои деньги иметь вот иметь я не люблю подойти и просить у мужа дай мне денег это унижает хотя он говорит о чем ты говоришь это наши деньги ты клади в тумбочку я буду брать в тумбочке а так получается что всем просить должно а зачем тебе мне они не нужны больно так ну так иногда когда девчонка пойдем чтобы ничего себе не отказывать он мне говорит вообще наплевать на эту работу съездила понравилось друзей приобрела приезжай слушай а ты скажи он классный скажи почему ты вот например хотела торговать шмотками а не хотела например знакомить девочек с мужиками хорошими американскими у которых столько денег что можно не работать кого-то с кем-то знакомить это вообще дело неблагодарное кого-то с кем-то познакомил кто-то кому-то не понравился и все бегут к тебе правильно представь по крайней мере я тоже не знакомил ты познакомилась женщин с каким-то мужчиной который вообще там ее изнасиловал или что-то еще я не говорю экстремально обычно такую знакомишь она потом его по разводу забирает половина имущества такой я щас на душу такие назову эти за не ушами изнасиловал ты познакомил мужчину женщина на его бокал это сколько хочешь мужчина к тебе скатами с кем познакомил наверное кто-то знакомит но мне это не интересно а заниматься шмотками даже не за денег а из того что я люблю вообще я вообще шмоточница я люблю бренды я люблю и если у меня был бы повод походить по магазинам я по ним походила для себя я сейчас вроде не хожу потому что у меня все есть и так с каким интересом тебя слушаем же мне всегда настолько было наплевать то есть вот даже не знаю просто вот у меня как бы интерес вот где-то там брендом пяти процентов но очень хочется чтобы удобно было с возрастом с возрастом удобно что в первую очередь обувь а в первую очередь это потому что ты как ты когда ходишь в обуви если она удобно и снять не хочет понимаешь уже не сможешь сколько она стоит молодой ты еще можешь там для красоты или там как-то тебе с возрастом никак не возможно я не знаю потом еще знаю что есть элементарное удобство вот например я как-то купил в модном магазине какой-то шикарный бренд штаны были джинсы красивые но но бренд и те конечно помню что но это давно было дело даже не в этом дело в том что когда я первый раз начал застегивать их на себе оказалось что там не молния а кнопочки такие даты и кнопки заклепки здоровенным как молотком такие заклепки были даже не удобно вот допустим ты не можешь при этом разговаривать по телефону вот и пошел в туалет ты его ждать по телефону и застегнуть кнопки ты можешь молнию ты можешь а кнопки нет одной рукой одной рукой тоже неудобно бывает двумя боже кто же может жить так вот такие что наносить а иногда бывает что вот вроде есть мог и молния но мало пространства женские вот у меня мужские одни такие есть я понимаю что я не могу в общем друзья вообще я очень люблю вещи и я просто я я думаю что у меня есть вкус по крайней мере не я не дизайнер никакой но я допустим вижу как человеку идет не идет могу подобрать могу подобрать своему мужу хорошо чем выглядит могу подобрать себе никто еще не сказал что там какая-то бескусица хотя было очень-очень тут на канале напишется не доказали ты хоть как оденься есть такие конечно которые хоть что одень хоть что покажи вот что с ними хоть кого я не знаю все равно негатив это понятно но я про таких то не говорю абсолютно но когда я показывал допустим свои вещи у меня есть такое видео я вещи показывал там конечно это идет вот это не идет вот это идет я вспомнил я когда страховым брокером работал для бизнеса страхового у меня одна китаяночка была владелица магазина с массажными креслами она вообще инженер сама это у нее такого он и сайт бизнес но она любила эти массажные кресла хорошая девчонка такая симпатичная не знаю там 35 ну короче я говорю вот там такую страховку а что это страховка того харассмента у нас ведь не может быть в офисе харассмента у тебя три человека работает в магазине у нас ведь не может быть харассмента я бы почему у вас не может на катыш постер висит у него постер написано там никакого харассмента на рабочем месте я бы этот человек же не специально он же ему в голову не приходит что у него харассмент он просто вот он будет расскажешь там хорридуин это уже харассмент это я про блогеров и вот то что они говорят это что люди вообще то есть тыкаешь там привет да уже а он говорит вот такая сволочь вот и она ведь майкл так она ведь майкл сказать хорридуин она говорит харассментом быть не может я бы не может она ведь не отека смотри на меня она прыгнула метр на три одним прыжком вот такая вот вот но дело не в этом просто чего бы вас привет здравствуйте девочки и мальчики понимаешь а уже кто-то обидится и скажет это она намекает что кто-то уже не мальчик а кто-то уже может быть не девочка и сразу так развивается думаешь поменять но ты хоть как поменять и хочешь то скажи вообще можешь молча прийти скажи на такая зараза вообще разговаривать с нами не хочет или что-то задумала задумала вот поэтому ты хочешь скажи все что поэтому вообще я поражаюсь что все что бы не показал чтобы не снял все равно негативный у нас все кто их уже нет вообще это детство смешно и конечно у нас настроение хорошее хорошее михаил сегодня идет на эзотерику не опоздать да еще полчаса я сходил один раз мне хватило добралась позитиву тогда голос все у тебя после того что ходить четыре раза мне не поможет как бы так сильно я книжку она купила по эзотерике у них перед книжка там значит всякие мудрый показываю михаил не подписал я да я я подписал у нас был знакомый один он был научным руководителем моей супруги когда она в аспирантуре училась он помимо того что ученый он еще шахматами увлекался он был судье международной категории ездил там я помню олимпиаду в греции он судил ну и он был лично знаком со всеми вот этими звездами шахматами там каспаров там карпов там туда-сюда и он еще где-то где-то покупал наверное там у них какие-то были клубные места где можно было купить книжки по шахматам потому что в то время купить книжку по шахматам был еще сложнее чем купить книжку по машинописи то что это была страна где это идёт что хочешь купить было проблема от других про книжку пошел не было книжек пошага то есть они издавались каким-то крохотным тиражом и и дальше исчезали авторы там раздавали знакомые все я утре короче он в этот книжечки доставал а поскольку у нас дочка наша занималась шахматами с 7 лет то он ей значит зная это дело и как бы так положительно к этому относясь он собственно вот я дарил книжки это брезет книжку каспарова и подписывает ей говорит там значит дорогой вот каспару дорогой там вот карпа вы подписываться каспар при этом карпов и так далее и ну так как то он шутил я не знаю мы когда сюда приехали и там нет абсолютно мозги напрягаются но лишний раз то я не люблю и вот значит уголки играть шашки уголки люблю мы сюда приехали и дочка играла шахманной команде это мальчик пришел из их но американский мальчик и он когда книжки увидел там карпов каспаров но он может прочесть и он когда вдруг увидел что он из надписи с подписями он просто руки затрисли все так это все борис семёныч шутил ну что давайте тоже какую книжку подпишу там например от билл гейтс и могу написать тебе дорогой я жду когда свою книжку выпустишь и подпишешь мне пришлёшь моя книжка скоро будет вот и не вышли уже половина книжки отредактировано да скоро будет надо будет ее еще может быть картинками фотографиями как-то да мы пойдем к художнику вот у меня видели в доме там некоторые говорят это картина недостойно вашего дома там такие три это поп-арт такие три поп вот выводите художник пойдут этому художнику обложечку сделал а а дальше там фотографии наставляем да и сдадим обязательно это пару тысяч сделаем просто чтобы дарить с подписью кружки такие портнов компьютерского хочешь собой кружку я не хочу я ее возьму ладно друзья давайте я маечку покажу а то наташи на канале было маечка у меня еще нет значит у нас есть у нас есть зрительница лидия завьялова она откликнулась на мой призыв сделать маечку с надписью союз печать но да вот как из истории истории союз печать дерьмо качать 3 копейки получать вот эти многие в эмиграции так как союз печати там за 3 копейки качают качают вот наш лозунг союз печать но а некоторые тут знаешь слушает некоторые напали на меня с этой майкой кей наш у них ассоциация с крымом не понимаю даже почему они очень политизированы и до которого слово можно подставить не только крым причем здесь вообще не знаю но неважно там вы все прикольно это очень прикольно значит у меня политического контекста в этом нет вот и а некоторые там это может украинцам не нравится вот нам нравится потому что наш и был всегда был наш всегда был наш остается наши будет поэтому вообще оста остро очень воспринимается все как-то последнее время очень остро где-то в чем-то всегда видят какой-то подвох но послушай если средства массовой информации каждый день по мозгам но это не средства информации люди которые смотрят они же все под влиянием каким-то понимаешь поэтому им сложно они они обостренно воспринимают иногда просто обидно так смотришь думаешь какой-то подвох где-то увидели в чё подвох даже не думал ну послушай если 100 человек посмотрит на одну и ту же вещь они могут иметь там скажем если не 100 то может 75 разных мнений по этому поводу вплоть до диаметрально противоположных это это естественно тут ничего сделать нельзя и как и не надо ничего делать слава богу мы все разные вот и хорошо у нас матершина интернет на канале у тебя тоже нет нет но у тебя при этом там может 50 человек в бане а у меня может быть там полторы тысячи у меня даже 25 нет наверное мне кажется ну хотя она что сделала всех разбани хочешь нет 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 а я думаю можно сделать амнистию какой ну то есть просто полный список удалите все но дело потом что будем делать и потом твои подписчики от тебя же убегут хорошие потому что они будут читать гадость это не значит что им можно разрешить гадость я просто думаю что если полторы тысячи обратно отпустить то может быть из них потом надо будет сотню снова забанить а остальные просто они где-то уже ханули в лету или они поняли свои ошибки и не все они просто не нужны там где-то они там где-то ладно пусть уже там сидят где если я хочет посмотреть он же может посмотреть я захожу в это место где они тусуются и там их прямо там хочется да я таких слов даже нет нет я для профилактики просто значит наташкин до мишкин я думаю что мы мишка мишка где твоя сберкнижка скажи это поэзия такая ответить что там месяц нет я не имел ввиду ничего такого нет я хотела что я думал ты какой-то с которыми же скажешь а мишка не твоя сберкнижка у меня только приходит на память из частушки там хочешь ешь а хочешь жуй там все равно ничего не получишь буржуй буржуй вот да да все все получится буржуй а ты сейчас какой-то тоже мне стихотворение поэму сочинил подожди а мне в скайпе наталья говорит у него было лирическое настроение она говорит напиши как стихотворение про меня и винни а я тоже был в таком хорошем настроении и что-то я записал я не помню уже она кстати очень она веселая задорная и такое приветливая добрая приветливая но вылетела из головы через три секунды это буквально перед тем как ты поехал в мексику а на чем бывает господи не все то поэзия что за рифмована я думаю мы должны отпустить нашего зрителя потому что многие уже и до этого места не досмотрели вот а те которые досмотрели преданные наши зрители которые я так думаю что им нужно флаг послать если они досидели я не знаю сейчас флаг послать будут потому что их на 2 или 3 человека я тебе скажу это может быть для жизни опасно сейчас лучше флаг в душе носить нет я к тому что там наверное только 2 или 3 осталось все равно которые услышали это по флаге а у меня флагов там 2 или 3 осталось все флаги подорожали я хочу сказать если я раньше за десятку покупал шикарный флаг то теперь такой же шикарный флаг стоит уже я говорю это значит что спрос растет я это только так воспринимаю могли бы дешеветь могли бы там по доллару нет понимаешь нет а кружка сколько стоит ваш ой кружка заказать кружку стоит 5 долларов заказ кружки то есть чисто вот заказ стоит 5 долларов если дизайн бесплатный допустим что что в нашем случае так и есть племянница делала значит в подарок много лет назад если дизайн бесплатные 5 долларов кружка ну когда заказать какое-то количество допустим сотню но дальше еще есть пересылка этих кружек если я эту кружку захочу послать куда-то а мы одно время послали кружки то есть у меня хвостович научил флаги слать я до этого думал кружки а ты встать у двери так и скажи разрешите я с вами пройду я так делаю и а что конкурс консультантов не пускают нет консультантов пускают но не разрешают у кого-то с собой а можно зайти городский магазин онлайн купить можно в онлайне кстати просто в онлайне нет 15 процентной скидки для сотрудников а если ты за если допустим кто-то из сотрудников скидка о чем вы говорите да я тоже шла вам скидка в калифорнии три месяца отдыхаем да да подействие бы нас не поняли хорошо значит короче договорились что подарков мы никому не шлем кто досмотрел а просто вот сейчас уже один человек остался просто улыбка просто улыбкой вот майкой но вот этот вот знаешь но союз печать но мы хотим поблагодарить значит лидию завьялову и сказать что это как бы знаковая майка но вот лидия завьяловой мы спросим кружечку можем упаковать у нас есть корова потому что вот эта майка она стала уже легендарной почему потому что мы уже и снимали фотографии на канале и уже и на моем канале на твоем и у тебя на канале какая-то реакция была на свою встречать и конечно все смеялись и вообще уже эту шутку знают все все мои мальчики и девочки и ваши тоже поэтому майка это я вам хочу сказать бесценный подарок бесценный когда подписчики я вам хочу сказать когда подписчики уделяют вот такое мне внимание это просто очень дорогого стоит это не то же самое что другое сколько я чувствую что темы из иссякла она иссякла без того чтобы начаться значит давай мы на этом месте всем а вообще классно очень хорошо мне мои девочки мальчики написали у нас идиллия на для видео я тебе скажу проблема только в одном чем посмотреть должен понимать кто-то должен смотреть те кто нас любит ну правильно очень много они выключат звук и скажет ты смотри какой мужчина и никогда не подумаешь что 60 оказалось бы они никогда не сделают они может быть выключат выключат видео но будут слушать знаешь многие просто вставляют наушники и моют посуду а почему некоторые говорят что у меня рожа как у жулика это я похож на жулика и жулики самые симпатичные между прочим мужчины правда да они обычно такие если ты помнишь о фильме это кино но я даже не знаю но вот короче очень симпатичное лицо очень очень симпатичная и вот такое вот похоже на жулика да я хотел обезьянку изобразить у тебя просто внуков еще ты нет опыта общения нет а ты можешь такую рожу сделать могу но не буду ну как хочется а я я тоже не делают я так это торот веселил нет лицо у вас очень даже спасибо 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 как у дедушки ленина а мог бы приток друзья если вы досмотрели до этого места напишите это тоже может скучать по мне кстати да они написали про последнее наше видео что это настольное пособие для тех кто отчаялся ну и диска так если хоть кому-то с этого как-то веселух какая будет уже хорошо да тебя можно слушать вообще бесконечно вот его можно слушать бесконечно я прихожу и просто я не знаю каждое его слово так потому что как ни слова так как карл маркс вещь и увещай куда девать до это почувствуешь когда наденешь офицерскую на себя на то нет в ней но ты можешь знать что ты можешь так вот говорит подойти граждане на пропитание русскому блогеру она слишком глубокая нужно глубже это золотые монеты да наташ мне нужно двигаться к эзотерику поэтому он меня сейчас не приведет немножко еще больше порядке еще веселее стану ну и здорово что так выходите значит завтра уже придешь такой более никто не доведет тебя меня очень трудно довести до расстройства больше того если я даже довести до расстройства то ну больше чем пару часов я даже не припомню чтобы я вообще удивляюсь какой характер у него я он он абсолютно не вредный вот нет у него вот этой вредности которая есть все таки наверно в каждом человеке вот какая-то вот нет абсолютно какой-то я тебе скажу наташкин какой-то чистый и святой мы вступаем помимо того что день рождения ленина там и все дела мы вступили сейчас куда в хорошем смысле вступили мы сейчас куда зодиакально вот скажи куда мы вступили только что я не знаю честно в тельцовое пространство я я я ты лет ты видишь тельце мое я ты лет и вот мы как раз сейчас вот сейчас моя энергия пошла знаете вот вы встаньте вот в направлении созвездия так руки сделайте вот так вот вот так руки сделаем так вот там да и вот туда и вот и и получаете энергию кому не хватало когда воронка как воронка как ваш оттуда получать из тебя воронка ласточка меня ты так можешь зодиакально вот и вот воронку собираете энергию вот которые них войны кому тельцовый не хватает вы на тельца если там еще какой еще какой может кого-то снизу не хватает земную 28 апреля как будут отмечать я понятию я административно административный зато у нас 27 числа приезжает морячок из города керчи молодой парень 25 лет гринкарту выиграл очень симпатичный да да это он 27 понедельник приезжает вечером поешься поеду всего поедем встречать а еще один приезжает откуда ты знаешь ты мне сказал сегодня да в пятницу вечером часов 8 приезжает еще один тоже симпатичный тоже молодой и тоже я поеду тоже хочешь поедем встречать всех соберем в аэропорту мне понравилось когда мы встречали по дороге можно потрепаться на обратно можно потрепаться вопрос можно можно много ответить хорошо наташа давай так но мы должны добить это все значит давай мы так собрав кулак усилием воли мы классные не надейтесь до свидания